Без собственной крыши над головой молодой семье не так легко жить. Так что приобретение или строительство собственного жилья для них – это задача номер один. Федеральная целевая программа реально помогает молодым славянцам решать этот важнейший вопрос. Славянский район, действуя на условиях софинансирования в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации, помогает получать денежные средства, которые идут на жилье для молодых славянских семей. Программа поддержки граждан в жилищном обустройстве реализуется в муниципалитете с 2016 года и помогла обрести свое жилье 30 славянским семьям. Еще три молодые семьи были приглашены в администрацию муниципалитета для получения свидетельств на социальные выплаты. Глава Славянского района Роман Сенеговский от всей души поздравил собравшихся с очень важным событием в их жизни. На условиях софинансирования федерального, краевого, местного бюджета. Вот в этом году, я понял, ваши семьи, три семьи получают жилищный сертификат. Я поздравляю с этим, потому что считаю, что крыша над головой – это, наверное, основа основ для того, чтобы можно было воспитывать детей, работать. Добра, успехов, тепла. Зеленый свет на жизненной дороге зажегся для Анжелики и Романа Пидан и их троих детей из хутора Прикубанского. Конечно, после получения желанного свидетельства их переполняют радостные чувства. Мы очень рады, что мы вошли в эту программу. Получили сегодня, нам выдали свидетельство на хорошую сумму, которая в дальнейшем нам поможет достроить дом. Мы строим новый дом в хуторе Прикубанском Славянского района. И эти деньги нам очень помогут его достроить. И мы надеемся, что в этом году мы въедем уже в свое жилье. Такие же свидетельства получили семьи, проживающие в станице Анастасиевской и в хуторе Бараниковском. Сумма субсидий зависит от количества членов молодой семьи. Юрий Аганесиан считает получение солидной субсидии самым значимым событием в истории своей семьи. Сегодня самое яркое событие в жизни нашей семьи, потому что мы ждали этого три года. И вот, наконец-то, мы получили свидетельство. Теперь мы сможем внести его как первоначальный из нас в ипотеку и приобретем свое жилье в Славянске-на-Кубань. Мы хотим частный дом, чтобы было три комнаты, потому что дети разнополые, им каждому нужна своя комната отдельно. Жить с родителями тесно нам, конечно. Так что будем переезжать. Для получения субсидий молодая семья должна предоставить пакет документов согласно требованиям программы. Все приглашенные семьи планируют приобрести жилье в Славянском районе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».